Вечер вторника на часах 18.50. В Пудиях мы подытоживаем события сегодняшнего дня. В студии Дарья Расторгуева-Куценко. Сегодня в выпуске. Окно жизни. На Луганщине появился первый бэби-бокс. Место, где можно анонимно оставить нежеланного новорожденного малыша. Помочь очень. Пусть даже одному ребенку в год. И то спасибо, что этот ребенок останется живым. У двух трагедий на складах Балаклеев-Сватова одна причина – диверсионные действия врага. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Ряд интересных разработок. И Местерада будет способствовать тому, чтобы как можно больше внедрить жизнь здесь, сейчас, уже в ближайшие времена. Идеи становятся реальностью. Проекты, разработанные на первом региональном Хакатоне, будут реализованы. С 29 марта контрольные пункты в зоне АТО временно будут работать на один час дольше. Новое расписание вводится из-за увеличения потока людей и транспорта через линию разграничения. По информации заместителя председателя Луганской облгосадминистрации Юрия Клименко, пропускная способность КПВВ Станица-Луганская до полутора тысяч человек. А в эти дни в обоих направлениях его пересекают более 7 тысяч человек ежедневно. По решению штаба антитеррористической операции, с 29 марта по 4 апреля контрольные пункты въезда-выезда будут открыты с 7 утра и до 19.30. И к другим новостям. Ащадбанк расширяет возможности для обслуживания временно перемещенных лиц на Луганщине. В Северодонецке, Беловодске, Миловом для этой категории клиентов специально открыли отдаленные рабочие места. В приграничные населенные пункты «Золотое», «Трехизбинка», «Светличное» и «Нижнее» выезжает передвижное банковское подразделение на базе бронированного автомобиля. Это позволяет ежедневно обслуживать до 5 тысяч переселенцев. А чтобы сократить очереди, каждому клиенту будут присылать СМС-сообщения с индивидуальным временем приема. Такое нововведение ожидаются уже со следующего месяца. Об этом на брифинге сообщила начальник областного управления «Щадбанка» Ирина Бондарь. З метою рівномірного розподілу проходження ідентифікації внутрішньопереміщених осіб протягом квітня 2017 року, базу клієнтів розділено на группи. І в тексті повідомлення кожному клієнту запропоновано період для комфортного проходження ідентифікації. Тому хочу скористатися нагодою та звернути увагу внутрішньопереміщених осіб на те, що немає необхідності, якщо вам не надійшло СМС-повідомлення, йти до банку та створювати там ажиотаж. Для того, щоб получить чи восстановити виплату пенсії, необхідно пройти верификацію, т.е. проверку міста фактического проживання. С того момента, як началось действувати це постановлення, це іюнь року, ми подали в управління соцзащити для проведення проверки фактического міста проживання 60 тисяч заявлений граждан, які к нам обратися за восстановленням виплату пенсії. Восстановлено виплату пенсії 37 тисяч граждан, остальні 18 тисяч, порядка 19 тисяч. Пенсіонна виплата не відновлена, тому що факт проживання по місту, який був указаний в довідки переселення, не був підтверджений. Мама, дай шанс віжити. Перший в Луганській області бебі-бокс, чи як його називають медики, окно жизни, появився в Листичанскій приобласної детсько-клінічній більниці. Здесь жінчина може анонимно оставити новорожденого младенця від казняка. Правда, кажуть медики, лучше бы таких случаев не було. По цьому дорогу к бебі-боксу украсили стендами з лицами счастливих малышей і положили в мини-квест письмо к матері. Вони надеються, це заставить жінчину одуматься, і она не відкажеться від свого ребінка. Подобних бебі-боксів в Україні всього около десяти. Як работает окно жизни, видела Екатерина Терина. Улыбающеся лицам малышей. Такі стенды сопровождають матері, які решили відказатися від свого ребінка на пути к окну жизни. Такий бебі-бокс з'явився на Луганщині вперві. Окно жизни – це шанс для нежеланних новорождённих малышей выжить. Находиться оно в областной детській клінічій больниці в Лисичанскі. Здесь нет камер видеонаблюдения і охраны. Все анонимно. Жінчина може оставити свого ребінка в бебі-боксе в любое время суток. На пути к такому решению – пять ступеней. Медики назвали їх ступенями думы. «Вот четыре ступеньки я прошла. А де же пятая ступенька? Пятая ступенька – це сам бебі-бокс. Особенности його які? Мама відкриває цю дверцу. І в неї ще є время подумати о тому, що вона все-таки не положить туда ребінка. І для ціли ми положили для мамочки письмо. Кладет вона свого ребінка сюди. Все-таки решила відказатися. Быстренько закриває дверцу і убегає. Значить дверца сразу блокується. Она її вже не відкриває. Через 30 секунд на пост медсестрі поступає сигнал. Вместо тревожной сирене із динамиків раздається плач здорового малыша. На посту круглосуточне дежурство. Услышав оповещение, к бебі-боксу сразу же направляются медсестра і врач. Проводиться первичний осмотр. Подкидышу оказывають необхідну помощь. Открываємо дверку бебі-бокса. Достаємо ребінка. І прямо в цьому помічі ми проводимо його осмотр. На наличіе каких-нібільців, які могли б угрожати життя. Якщо необхідно, ми зможемо провести тут йому санітарну обробку. Для этого тут у нас все предусмотрено. То есть ванна для подмывання. Значить, набор неотложной помощи. Обустроить мини-кувес і смотрову комунату медикам помог северодонецкий бізнесмед Давид Горибян. На создание окна жизни мужчина выделил 35 тисяч гривень. По словам главврача больницы Светланы Ашека, Луганщина в такому бебі-боксе нуждалась давно. Известны случаи, когда выброшені на улицу дети умирали от переохлаждения или их загрызали собаки. Снег растаял, находят останки новорожденого с пуповиной разложившейся. Вот чтобы этого не было, мы создаем вот это окно. Дальнейшая судьба малыша будет такой же, как и у других отказників. Дом малютки или усыновлений. Но если к этому моменту мать-подкидыша передумает, она еще может забрать его к себе. Пусть она передумает через 5 минут, передумает через сутки, передумает через месяц, через год. Она имеет право вернуть себе ребенка, единственное, или через юрисконсульт о больнице, или потом через социальные службы. По мнению Светланы Ашека, такие бебі-боксы должны быть в каждом городе Луганской области. Они дарят ребенку надежду на жизнь. И, возможно, даже счастливую. Екатерина Терина, Александр Буряк, Події. В Луганской области появятся три госпитальных округа – Лисичанский, Северодонецкий и Северный. Об этом нашему каналу рассказала исполнительный директор Луганского регионального отделения Ассоциаций городов Украины Наталья Бойко. По ее словам, госпитальный округ объединит учреждения здравоохранения специализированной медицинской помощи на соответствующей территории. А вот какие медучреждения войдут в состав того или иного округа, определяют госпитальные советы. 22 березня, распоряджением Кабинету Министров, в Луганской области затверджено три госпитальных округа. Первый госпитальный округ – это Лисичанский, до которого относятся территориальный місто, Лисичанский и Попастнянский район. Другой госпитальный округ – Северодонецкий, до которого относятся миссы Северодонецк, Новидарский, Станично-Луганский, Кременский район и миbutо Рубижное. И третий – госпитальный округ, Півничный, до которого относятся решта певничных районов Луганской области – Старобильский, Троицкий, Белокуракинский, Маркевский, Беловодский, Новосковский и так далее. Отголоски сватовской трагедии. За полтора года до пожара на складе боеприпасов в Балаклее подобная чрезвычайная ситуация случилась с Сватовом. В октябре 2015-го там на складе ракетно-артиллерийского вооружения сдетонировало около 3,5 тысяч тонн снарядов. Погибли 4 человека, из них одноместная жительница. Сватовчане до сих пор находят боеприпасы у себя в огородах. Как борются с последствиями страшной ночи, подробнее смотрите в сюжете. Сватовчанину Олегу Рыбалкину трудно возвращаться в свой дом. Здесь он с семьей прожил 20 лет. В ночь трагедии реактивный снаряд с горящего склада прилетел в соседнее строение. Дом Рыбалкиных тоже попал в эпицентр взрыва. Согласно экспертизы, жить в нем опасно. А чтобы его восстановить, нужно около полумиллиона гривен. То, что мы получили, это райадминистрация выделила нам в первые дни трагедии 10 тысяч гривен. И на этом как бы и все. А в этот дом, что находится в 4 километрах от склада, в ночь трагедии поочередно попали 3 снаряда из града. Ликвидировать пожар, а после и восстанавливать аварийный дом хозяевам пришлось самостоятельно. Пенсионер Василий Тарануха за полтора года получил только 3 тысячи гривен компенсации. Сватовчанам, говорит он, причинен не только материальный, но и моральный ущерб. На ликвидацию последствий из резервного фонда госбюджета выделили около 40 миллионов гривен. Но из-за бюрократических процедур к концу бюджетного года все деньги освоить не удалось. Тем не менее местные власти уже восстановили и отремонтировали многоэтажки, школы, больницы, садики. И ремонты продолжаются. Правда, теперь за счет местных финансов – областного, районного и городского бюджетов. Так, есть у нас еще недолики и недопрацевание по некоторым будинкам. Этот перелик складывает из 10 будинок. Местовый бюджет Сватовы выделил 1 миллион гривен на ликвидацию, на ремонт этих будинок. Также эти работы будут в 2017 году вести себя. На месте склада сейчас еще можно найти остатки боеприпасов. Рядом стоят каркасы, админзданий, предприятий. Волонтер Юрий Ирха здесь часто бывал и до трагедии. Привозил армейцам продукты и воду. Сейчас он сравнивает пожар на складе в Сватово с ситуацией в Балаклее. Параллель можно проводить между взбитками, которые принесла как государство, так и население, что в Балаклее, что в Сватово. Но параллель выникает в другом. Когда самый большой склад, арсенал Украины, не обеспеченный способом борьбы радиоэлектронной, то почему тогда при Министерстве обороны, где сидят представители славетных династий с киевской пропиской, стоит на дорожший автопарк. У этих двух трагедий, говорит главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, одинаковые причины – диверсионные действия врага. Сватовчане по сей день находят боеприпасы у себя в огородах, поэтому пиротехнические службы здесь частые гости. Это РСЗО «Град» – одна одиница, и артснаряд – 122 мм – также одна одиница. На данный час сейчас проводится вылучение данных предметов пиротехническим розрахунком. Главное управление ДСНС Украины в Луганской области с подальшим вывозением в место, предназначенное для снижения выбора небезопасных предметов, для подальшего снижения. С начала апреля работа по разминированию продолжится и на территории бывших складов. На глубине, говорят специалисты, там еще много опасных предметов. Сколько нужно времени, чтобы все их полностью обезвредить, определить трудно. Юлия Щербак, Пудия. Идея становится реальностью. Проекты, разработанные на первом региональном Хакатоне, будут реализованы. Телеканал «Лот» поддержал инициативу севердонецких айтишников, и уже скоро в нашем штате сотрудников появится робот-журналист. А в Севердонецкой поликлинике электронная регистратура – также проблемная карта города. О первых результатах Хакатона смотрите далее. Первый региональный Хакатон произвел настоящий фурор не только на Луганщине, но и за ее пределами. Многие удивляются, как такие мероприятия могут проходить в непосредственной близости от линии разграничения, да еще и иметь такой успех. Я даже не думала, что произойдет такой резонанс. И, честно говоря, общаясь с вами знакомыми в других области, они говорят, у вас такой, как в Киеве. Да, такой, как в Киеве, даже лучше теперь будет говорить, такой, как у нас в стране. Большинство проектов, разработанных на Хакатоне, будут внедрены не только в Северодонецке, но и по всей Луганской области. Ряд интересных разработок и мискорада будет способствовать тому, чтобы как можно больше внедрить жизнь здесь, сейчас, уже в ближайшее время. Проект электронной выдачи талонов к врачам и проблемная карта Северодонецка получили денежные призы от кризисного медиа-центра. Наш Хакатон заметили даже в столице. Депутат Верховной Рады уже сейчас готов обсудить детали проектов с разработчиками и помочь с их финансированием. Нас поддерживает миска облада, областная, а также буквально за утром к нашему мероприятию проявили интерес Верховной Рады, Сергей Шахов, он готов поддержать ваши проекты. Телеканал «Лот» в лице директора Андрея Шаповалова поддержит инициативу команды разработчиков робота-журналиста. Ребятам предложили сотрудничество. Это, на мой взгляд, проект победитель, на самом деле, потому что мы разработали то, чего еще в Украине нет. Это первый робот-журналист. И я думаю, что на этой неделе он уже начнет работать на «Лоте». Не знаю, насколько это премия или не премия, но вопрос о устройстве, как и о том, в принципе. Можно считать решетку. Спасибо вам большое. Уже скоро на телеканале «Лот» заработает робот. Журналисты и зрители смогут стать ближе и даже влиять на ход эфиров. С помощью приложения можно задавать свои вопросы гостям в студии. Возможности огромные у этой технологии. Сейчас будем работать с «Лотом», поговорим, сделаем, что хотят. Все будет круто. Еще один подарок телеканал «Лот» сделал для самой молодой команды «Хакатона». Ребята разработали проект по созданию социально-ориентированных роликов. Чтобы повысить их квалификацию, специалисты «Лота» поделятся знаниями с перспективной молодежью. Кроме этого диплома, который награждается в первой местной нации социальной корызии, из проекта социальных видеороликов, мы решили поощрить такое желание изобретение, мастер-классов на нашем телеканале. Всех команд разработчиков ждут экспертные встречи с властью, общественными организациями, где ребята ознакомят будущих инвесторов с деталями и перспективами проектов. И уже скоро в области появится много IT-новинок, которые помогут Луганщине восстановиться. Светлана Попова, Николай Резниченко, ПОДИЕ. И это не вся информация, которую подготовили для вас журналисты ПОДИЕ. Смотрите во второй части выпуска. Не пришел военкомат – плати штраф. Областной военкомат Луганщины в поисках призывников. Мы как альтернативу предлагаем тем людям вернуться. Каникулы – отдых не только для школьников, но и для педагогов. Белокуракина состояла из спартакиада среди учителей. Эти соревнования дают мне возможность встретиться с новыми людьми и отвлекаться от буденности. Луганская сборная КВНщиков покорила главу Днепропетровской обладминистрации. Когда мы увидели выступление, вирусное видео луганской команды в Фейсбуке, мы решили, что почему бы не привезти их к нам. В оккупированном Перевальском районе боевики ограбили птицефабрику и убили двух ее сотрудниц. Книги, посвященные несуществующей Новороссии, журналы с лицами погибших террористов ГИВИ и Моторолы, что предлагают книжные полки в захваченных городах. В оккупированных пророссийскими боевиками районах Луганщины отныне вдвое чаще появляет туберкулез. Подробно об этом в нашем традиционном обзоре. На временно оккупированной части Луганщины боевики ограбили птицефабрику, убили двух ее сотрудниц. Вооруженное нападение совершено на птицефабрику Агроюг, расположенную в захваченном поселке Центральной Перевальского района. Об этом пишет информатор. Итак, 25 марта в 22.30 в результате налета на птицефабрику погибли две женщины, которые охраняли территорию. Еще одна сотрудница получила тяжелое ранение и находится в реанимации. Убийцами оказались участники незаконных вооруженных формирований непризнанной ЛНРи. После этого инцидента стало понятно, откуда у псевдореспублики появится птицефабрика, заявленная на сборище в аннексированном Крыму еще 20 марта. За пять дней до вооруженного захвата Агроюга так называемый министр сельского хозяйства и продовольствия Руслан Сороковенко заявил, что российские инвесторы заинтересовались проектами по созданию в Луганской недореспублике птицефабрики и цеха по переработке плодово-ягодной овощной продукции. Вот птицефабрику уже отжали. Очередь за остальными. До Киевская Русь и Кровь Донбасса. Книжные магазины сепаратистов ведут пропагандистскую работу. Книги, посвященные несуществующей Новороссии, журналы с лицами погибших террористов Геви и Моторолы захватили книжные полки в оккупированных городах. Об этом пишет Луганский Радар. Итак, по информации журналиста Никиты Синицына, в Донецкой псевдореспублике открыли сеть книжных магазинов «Мир книги». В основном распродают еще довоенные остатки, но также есть и свежая литература, главным образом детская и учебники. Конечно, Захар Прилепин, советник террориста Захарченко, а также литература, посвященная способности Российской Федерации превратить США в радиационный пепел. Представленная книгами ведущего РЕН-ТВ Игоря Прокопенко, сообщает Никита. Есть также журналы «Новая земля», которые выходят с фотографиями погибших боевиков Моторолы и Гиви. Правда, у местных жителей читать эту так называемую литературу возможности нет, так как стоят это писанины недешево. Книги советника главного террориста Захара Прилепина продают по 500 рублей. Это 200 гривен. Псевдожурнал «Новая земля» стоит свыше 100 российских рублей. Это более 50 гривен. Платная пропаганда в обнищавших городах не работает. В захваченных пророссийскими боевиками районах Луганщины отныне вдвое чаще выявляют туберкулез. Такие результаты по окончанию 2016 года. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Речь идет о больных туберкулезах, в макроте которых микробактерии определяются методом простой бактериоскопии. Как результат, на этапе общей лечебной сети выявляемость бактериального туберкулеза выросла почти в два раза, рассказывает фтизиатор Галина Раенко. По ее словам, первичную профилактику туберкулеза с применением вакцины БЦЖ получили почти 95% новорожденных детей. Чиновники-сепаратисты, не признанные квазиреспублики, утверждают, что гарантируют бесплатное проведение химиопрофилактики, консервативного и хирургического лечения больным туберкулезом. Правда, несмотря на устные обещания и так называемые гарантии, ситуация только ухудшается. Здоровье местного населения не интересует боевиков. Не пришел в военкомат, плати штраф. Также гривни будут наказывать и предприятия, которые скрывают своих сотрудников-призывников. Об этом телеканалу ЛОД рассказали в областном военкомате. Также сообщили, что у них пока недобор. Вместо 300 добровольцев нести срочную военную службу пока нашлось 210. Но весенний призыв, говорят, еще не закончен. После выхода указа президента они обязаны явиться в 10-дневный срок в военные комиссариаты. А указ президента уже вышел. И также по повесткам тех, кто не является, расшукываем. Уточняю причины почему. Тех, кто на месте, кто расшукан. Много людей выехало на заработки за границу, работают за границей. Много людей переехали в другие областя. Мы как альтернатива предлагаем тем людям вернуться, пойти на контрактную службу. Луганская сборная КВНщиков соперничала в юморе с коллективом 180 и выше из Днепра. Обе команды участники всеукраинского юмористического шоу «Лига смеха». Дружескую встречу провели в стенах Днепропетровской обл. администрации. Услышать их шутки, посмотреть на актерское мастерство и зарядиться патриотическим настроем пришли более 1 тысячи человек. Нам очень важно показать, что несмотря на оккупированность территории со стороны Российской Федерации, Луганск и Донецк – это такая же точно территория Украины, как и Днепр. Мы верим в то, что рано или поздно над зданием Луганского благосадминистрации будет развиваться украинский флаг. И мы верим, что у нас Украина единая, неделимая. Когда мы увидели выступление, вирусное видео луганской команды в Фейсбуке, мы решили, что почему бы не привести их к нам. Потом решили, что, наверное, надо делать не сольный концерт, а делать там Луганск-Везд-Днепр. Нам не важно, какое место, важно, какие люди придут. Если придут люди, которые именно решили прийти, посвятить вечер юмору, посмеяться от души, посмеяться на злободневные темы или просто отдохнуть, то мы выполним свою часть работы, а они выполняют свою, грубо говоря. А их работа – это смеяться, аплодировать и радоваться. В Белокуракино состоялась районная спартакиада среди учителей. В ней участвовали коллективы из 18 школ района. Теннис, шашки, стрельба и волейбол – не просто спортивные соревнования. Для педагогов это стало хорошей возможностью отдохнуть от учебного процесса и пообщаться с коллегами. А команды-победители к тому же получили и денежные призы. По словам организаторов спартакиады, с каждым годом эти соревнования привлекают все больше участников-педагогов. В этот раз сюда съехались учителя из 18 школ Белокуракинского района. Возраст спортсменов разный. В играх участвуют не только молодые, но и ветераны. Соревновались учителя в четырех видах спорта – шашки, теннис, волейбол и стрельба. Но главное, признаются педагоги, такие игры дают им возможность отвлечься от рутины и пообщаться с коллегами вне учебного процесса. По итогам спартакиады – третье призовое место у Шаровской школы. На втором закрепилась Нищеретовская, а победителем стала Нирненская школа. Эти команды наградили кубками и денежными призами. Елена Зверхановская, Юрий Ромасюк, Пудея. И это все новости на сегодня. А вот о погоде на завтра, 29 марта, расскажут синоптики. В среду, 29 марта, по прогнозам синоптиков Луганской области, ожидается облачная погода, но с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный – 7,12 метров в секунду. Ночная температура воздуха будет колебаться от одного тепла до 4 градусов мороза. Днем – 6,11 градусов со знаком «плюс». В Северодонецке ночью около ноля. Днем воздух прогреется до 10 градусов тепла. В Луганске, по информации метеорологов, ночная температура воздуха – 0,2 градуса. Днем столбик термометра поднимется к отметке плюс 8, плюс 10. Мы всегда открыты для вас. Если вы стали очевидцем чего-то интересного, готовы рассказать об этом с места событий или просто владеете актуальной информацией, звоните на телефон ПУДИ 050-328-8644. А самые свежие новости о жизни Луганщины узнавайте на нашем сайте lot.lg.ua. Если вы мечтали работать на ТВ, не боитесь говорить правду и интересуетесь жизнью Луганщины, мы готовы принять вас в нашу дружную и профессиональную команду. Приходите в редакцию новостей или звоните по телефону 050-328-8644. Больше информации в утренних выпусках ПУДИ в 7.30 и 8.30 утра с Екатериной Тыриной. А мы увидимся с вами завтра на телеканале LOD. И чаще улыбайтесь, как известно, смех продлевает жизнь.